У Шавхаловых пятеро малолетних детей. Семья живет в вагончике в очень стесненных условиях. На средства, которые копили несколько лет, удалось заложить фундамент и возвести стены нового дома. Кровлю приобрели в кредит, а вот затраты на окна и двери семейный бюджет уже не подтянул. Именно с этой проблемой Зарема Шавхалова обратилась на программу «Диалог с народом». Глава поручил рассмотреть обращение в фонду «Солидарность». В фонду «Солидарность» обращалась я в диалог с народом, в программу, чтобы мне помогли бы хоть как-нибудь. Вагончик чужой невыносимой машины. В прошлом году каждый керабирует, что может быть, 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 что может быть. Все обращения, поступившие на программу «Диалог с народом», ежедневно обрабатываются и по ним принимает решение лично Юнузбек Евкуров. Ни один из заявителей не остается без ответа. Глава республики Юнузбек Баматгиреевич дал поручение помочь в этом вопросе. И вот сейчас мы уже видим, что пластиковые окна установлены, как раз и по годах такая располагает тому, чтобы быстрее это было сделано. И совместно с фондом «Солидарность» этот вопрос был решен. А вот в Магасе рядом с Центром образования на 1500 мест по поручению Юнузбека Евкурова администрация Магаса проложила новый тротуар. Если раньше детям приходилось ходить в школу по проезжей части или обочине, то сейчас этот вопрос полностью закрыт. В нашей новой школе нам положили вот такой красивый тротуар. Нам теперь удобно по нему переходить. Очень хороший тротуар. На нем очень хорошо ходить. Теперь не нужно перебегать на дорогу. Теперь можно хорошо ходить, спокойно. С шагом можно ходить. Новый тротуар проложили по двум улицам, которые ведут к школе. Общей протяженностью около 700 метров. Но это еще не весь фронт работ, который планируют провести. В будущем планируется сделать такую стоянку, на которой будет производиться посадка и высадка детей. То есть спокойно, не на дороге. Это в проекте. Вопросы, поступившие на диалог с народом, все еще обрабатываются. Без внимания не останется ни одна просьба или обращение. Светлана Томова, Майербек Мержоев. Новости 24.